Добрый вечер! Время новостей в эфире телеканала Кубань-24. С вами Наталья Клещева о главном к этому часу. Непогода подступает к Тамане. На побережье Азовского моря в Темрюкском районе объявлено экстренное предупреждение. Там ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, увеличение высоты волн до 2 метров. Напряженной остается обстановкой на Керченской переправе. Весь день паромное сообщение с Крымом находилось под угрозой срыва из-за сильного ветра. Сейчас переправа закрыта. Суда выходили в море по фактической погоде. Ночью здесь ждут до 30 метров в секунду. Такой же прогноз синоптики дают и на завтрашний день. Небезопасно сейчас и в горах Сочи. Сегодня и завтра там возможен сход лавин. Об этом также предупреждает МЧС и рекомендует туристам отказаться от походов. Автомобилистам следует проявлять осторожность на трассах, примыкающем к склонам. Испортится погода и в Краснодаре. В Краевом центре завтра прогнозируют дождь с грозой, поровистым ветром до 16 метров в секунду. Но, впрочем, не буду забегать вперед. Подробный прогноз погоды на завтра Дмитрия Крамаре смотрите сразу после фактов. Состояние экипажа и массу груза под строгий контроль. В морской регламент внесут изменения после кораблекрушения в Охотском море. Об этом сегодня заявил Олег Кожемяка, исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области. По итогам катастрофы усилит и ответственность должностных лиц. Ведь к крушению привела целая череда ошибок. Сегодня в порт Корсаков доставили спасенных моряков тела погибших с затонувшего судна Дальний Восток. Их встретили родственники и медики. Спасенных разместили в гостиницах Южно-Сахалинска. Им уже начали выплачивать денежные компенсации. Пострадавшим перечисляют по 200 тысяч рублей. Тем временем родственники опознают тела погибших моряков. Их семьи получат по миллион рублей. Большой морозильный траулер Дальний Восток затонул в ночь на 2 апреля. На борту находились 132 человека. По последним данным, спасти удалось 63 моряка. Погибли 56. Судьба 13 остается неизвестной. Сегодня на Сахалине объявлен траур. Число предпринимателей в стране нужно увеличить. А создание собственного бизнеса должно стать максимально легким. Такую задачу поставил сегодня президент Владимир Путин на заседании Госсовета. Его главной темой стало стимулирование малого и среднего предпринимательства. В обсуждении участвовали министры, главы регионов, в числе которых и у губернатора Кубани Александр Ткачев. По словам президента, малый бизнес сегодня развивается очень медленно. Его общий вклад в ВВП страны едва превышает 20%. В то время как в других развитых странах эта цифра не меньше 50. Толчком к росту этого сектора экономики станут упрощенные условия для открытия своего дела, считает Путин. Они должны быть открытыми, а главное доступными для каждого, кто решил начать свой бизнес. Это задача всех уровней власти, но прежде всего региональных. Самое важное, самое ключевое и самое простое. Создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого. Не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Я прошу руководителей субъекта Федерации со всей ответственностью подойти к решению этой задачи. Настроить свои команды на результативную работу. Не отмахиваться от этого, как от чего-то второстепенного. Вы лучше знаете, что следует сделать для создания на своей территории более комфортного делового климата. Нужно такой работой заниматься вплотную, проявлять инициативу, быть в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. Скажу еще об этом чуть позже, но совершенно очевидно, что нужно создавать некоррупционные, прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом. По динамике развития малого и среднего бизнеса Кубань сегодня входит в тройку лидеров. Эта отрасль обеспечивает почти половину всего товарооборота края. Во многом развитию предпринимательства в регионе способствуют созданные финансовые институты поддержки бизнеса. В частности, госфонды, которые предоставляют для предпринимателей выгодные микрозаймы. 37% товарооборот малый бизнес представляет, а буквально порядка 27% это валовый региональный продукт. Вот что такое для нас малый бизнес. И, конечно, мы из года в год делаем максимально для того, чтобы стимулировать и дальнейшее развитие. Я думаю, что это за этим в будущем. Поэтому инструменты, которые сегодня активно работают на территории края, это, конечно, об этом здесь говорилось, это микрофинансирование, это госгарантии, это гранты, это, конечно, льготное кредитование, субсидии. Собственно, конечно, эти инструменты требуют больше средств, больше денег из регионального, федерального бюджета. И, конечно, прежде всего эти деньги ждут сами предприниматели. У нас сегодня уже более 20% всех госзакупок проходят на уровне малого бизнеса. Когда-то цифра лет 5 назад была ноль практически. И я сейчас поставил задачу, что в течение 3-5 лет мы выйдем на 50%. Кроме того, на Кубани сегодня разработан проект регионального закона о введении налоговых каникул. Согласно ему, налоговая ставка для начинающих предпринимателей на первых этапах будет беспроцентной. Но для тех, кто уже в бизнесе, в течение двух налоговых периодов она может составить всего 5%, вместо существующих сегодня 15%. Сейчас этот законопроект находится на согласовании. Новый федеральный инспектор приступил к своим обязанностям в нашем регионе. Это уроженец Краснодара, 27-летний Алексей Ермаков. Он имеет опыт работы в Центральном аппарате администрации президента. Теперь ему предстоит обеспечивать взаимодействие региональных органов власти с федеральными. Прорабу Краснодарской стройки, на которой погибли четверо рабочих, предъявлено обвинение. Его подозревают в нарушении правил безопасности. Напомню, трагедия произошла 28 марта. С 13 этажа строящейся многоэтажки сорвалась навесная металлическая платформа. Все, кто на ней находился, скончались на месте. Еще одного рабочего конструкция зацепила во время падения. Он по сей день находится в больнице. Следственный комитет установил, что причиной трагедии стал разрыв металлических стоек, на которых держалась конструкция. В отношении прораба сейчас избирается мера пресечения. Осторожно, операция «Гараж». В Краснодаре начался масштабный снос самовольных построек. Домов для своих автомобилей уже лишились жители улицы Станкостроительной. По их словам, снос конструкции для них стал полной неожиданностью. На очереди еще сотни адресов. Где именно, узнала Александра Писаренко. Жители улицы Станкостроительной в недоумении. Их гаражи внезапно оказались вне закона. Четыре металлических сооружения во дворе многоквартирных домов накануне были разрушены до основания. Остальные постройки пока не тронули. Уже это был последний гараж. Мы сюда прибежали, и они не стали его рушить. И сразу, как только люди собрались, они удрали. Владельцы встретили снос построек с раздражением. Истории с этим гаражным кооперативом уже не один десяток лет. Как и документам, которыми люди хотят подтвердить законность своей собственности. За 20 с лишним лет гаражи переходили по наследству. Был даже суд. Эти гаражи назначались ветераном второй Великой войны. Были по инвалидам, как инвалидам. Потом они переоформлялись, они были как в ЖСК переходили. Потом планировали их снести. В общем, это в основании как бы незаконного строения. Мы в свое время платили, все узаконено, все было. Книжки у нас кооперативные все были. И председатель был. Но потом, оно с какое-то время, мы не платили эти взносы. И нас сказали, у вас незаконный захват. Хотя у нас был официальный документ, мы рука, что мы являемся собственник этих гаражей. Документ о сносе самовольно возведенных временных сооружений, датированный июнем прошлого года, появился во дворе многоэтажек вместе с рабочими. Он и послужил основанием для демонтажа. На основании запроса прокуратуры была проведена работа по закону с установкой генетичной гаражей по улице Стангостритина, 12,1 в городе Краснодаре. Были отправлены запросы в демонтажную муниципальную собственность, депутатную архитектуру и администрацию западного угла. Администрация города получила ответ, что сооружение установлено незаконно и подписала документ о сносе. Хозяева гаражей уверяют, что никакого постановления они раньше не видели. Впрочем, когда они ознакомились с документом, его содержание тоже оказалось сюрпризом. Законность этого постановления под вопросом, потому что здесь идет речь о сносе самовольно возведенных гаражей. Эти гаражи не самовольно возведенные. Изначально они все выделялись ветеранам, участникам войны, ну как и в моем случае, дедушки. В соответствии с постановлением, все 86 гаражей постанкостроительной не сегодня так завтра должны пойти под снос. Всего же в списке сотни самовольных построек, которые планируют демонтировать по всему городу, от Юбилейного до Пашковского. А тем временем владельцы сооружений по улице Станкостроительной подготовили жалобу федеральным, краевым и городским властям. Они настаивают, что законность их построек подтверждают документы. Потомки ветеранов собираются дойти и до суда в споре за наградные гаражи. Александра Писаренко, Евгения Сокмаркина, Михаил Бойправ, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. Демонтажом сегодня занимались и в станице Новопокровской. Только там убирали не гаражи, а торговые павильоны на кладбище. Местные жители празднуют свою победу. Вот кадры, которые нам прислали станичники. На них видно, а помещения для магазинов уже разобраны наполовину. Этого жители Новопокровской добивались несколько лет. Дело в том, что торговый центр местной предпринимательницы решила возвести практически на могилах. Все документы на строительство у нее были оформлены правильно. Но люди были против. Наш телеканал несколько раз рассказывал о противостоянии жителей и бизнеса. И вот проблема, наконец, разрешилась. Владелица торговых павильонов пошла на уступки после вмешательства журналистов и районных властей. Нерешаемых вопросов в жизни просто не может быть. И вот в данном случае личная беседа, не одна беседа, их несколько было, беседа, и все. Я думаю, что мы закончим, вот если погода нам поможет. Там уже остается, завтра будет один каркас стоять. Поэтому до конца недели, может, включая субботу, мы эту работу завершили. На спорном участке земли, как нас заверили в районной администрации, больше никакого строительства не будет. Мы продолжаем группу помощи трехлетней девочки, которая выжила в страшной аварии, но осталась сиротой, создадут в Армавире. Напомню, родители и младшая сестра малышки погибли в аварии. О трагедии факты рассказывали вчера. Машина, в которой ехала вся семья, влетела в припаркованный МАЗ. Удар был такой силы, что у легковушки буквально срезала верхнюю часть. Капот оказался под грузовиком. Водитель, глава семейства, его супруга погибли. На месте скончалась их семилетняя дочь. Спасти удалось малышку трех лет. Ее сразу доставили в реанимацию с тяжелыми травмами головы и грудной клетки. Сейчас за ее жизнь борются медики. Пока врачи ничего не говорят, потому что состояние девочки критическое. И они неизвестны, она выживет или нет. Мы сейчас просим тетю, чтобы она подала документы нам. Для создания группы необходимо свидетельство о рождении девочки. Ее фотографии, выписка с карты, обижательная должна быть. И сегодня вечером уже даст ответ, напишет карточку, счет, куда можно будет переводить средства. Это и на лечение, и на похороны. Ну, я так понимаю, что дела еще здесь находятся. Просто их надо перевозить в Ростов, потому что они с Ростова. Деньги на лечение малышки начнут собирать, когда ее состояние стабилизируется, и медики дадут утешительные прогнозы. А мэрия Армавира для предотвращения таких аварий распорядилась установить вдоль трасс информационные щиты, которые будут указывать на места ночной стоянки машин. Также в городе в кратчайшие сроки должны завершить оборудование автомобильного терминала. Диагональные пешеходные переходы для нас пока еще остаются диковинкой. Конечно, их можно увидеть в фильмах, по телевизору или побывав в Европе, Америке или Японии. Но скоро они появятся и в России. Вот посмотрите, такая разметка позволяет пересекать перекресток по диагонали. Это значительно сэкономит время пешехода. В Москве новые зебры уже были опробованы в тестовом режиме и показали свою эффективность. Кроме пешеходных зон, новые поправки в ПДД коснутся и парковок. Теперь вместо отдельных машиномест разметка очертит сразу всю зону стоянки. Как считают эксперты, это позволит использовать пространство более эффективно. Ведь габариты некоторых машин серьезно отличаются. К примеру, внедорожнику место надо больше, а малолитражка довольно компактная. Еще один момент. В России скоро появится новый дорожный знак – полоса для велосипедистов. Не путайтесь с тем знаком, который уже существует. Вот он и он обозначает велосипедную дорожку. Теперь поклонникам двухколесных железных коней позволят ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Кроме того, усовершенствуют светофоры. Водители иногда не замечают поворотную секцию и могут завернуть в тот момент, когда это запрещено. Теперь еще и на основном светофоре будет нарисована красная стрелка. И пока она горит, поворот запрещен. А для маневра или налево, или направо нужно будет дождаться дополнительную зеленую секцию. Поправки коснулись и так называемых островков безопасности. Их теперь станет больше. И они появятся в тех местах, где раньше правила не допускали их размещения. Так пешеходам будет проще переходить дороги. Вообще эксперты считают, что все принятые решения улучшить ситуацию на дорогах и в первую очередь повлияют именно на безопасность дорожного движения. Я рассказала коротко и о самом важном и интересном. Если вас интересуют подробнее, как изменились правила, то со всеми нововведениями можно ознакомиться на сайте правительства. Там полный текст постановления. Да, спасибо. Маргарита Витисиан рассказала о новшествах в правилах дорожного движения. Но особенно порадовали, конечно, диагональные зебры. Поживем, увидим. Рублевые качели остановились. Такой прогноз дал сегодня замглавы Минфина Алексей Моисеев. Скачки рубля, подобные декабрьским, заявил он, повториться не должны. Даже если подорожает, продолжат падать цены на нефть. Назвал Моисеев и причины колебаний курса отечественной валюты. Это, во-первых, стремящиеся вниз цены на угли и водороды. А во-вторых, переход Центробанка к свободному плаванию курса рубля. Он теперь завершен, подчеркнул замглавы финансового ведомства. Добавлю, что официальный курс доллара к российской валюте с расчетом на среду, упал более чем на рубль. Существенно на полтора рубля понизился и курс евро. Свиноводческий комплекс на 60 тысяч голов появится в этом году в Красноармейском районе. Он будет первым на территории муниципалитета. С него начнется восстановление отрасли, утраченной из-за африканской чумы. Об этом рассказал глава района Юрий Васин. Он отчитался о проделанной за год работе перед депутатами и активом на сессии. Наиболее динамично развивающимися отраслями экономики по итогам прошлого года стали сельское хозяйство, транспорт, торговля и связь. Аграрии собрали самый большой урожай порядка 600 тысяч тонн. А по темпам роста инвестиций район занял седьмое место среди всех муниципалитетов края. Отчитались, отличились и местные казаки. Они в составе кубанского казачества в прошлом году принимали участие в обороне сухопутной границы Крыма. Их вклад отметил и атаман Николай Давуда. Это действительно герои. И вы гордитесь тем, что у вас есть такие вот казачки. Никто не стонал. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это не вооруженные силы. Это не сотрудники специальных служб. Это добровольцы, которые написали, собственно говоря, заявления, отпросились там на работе, отпросились у своих жен, матерей и пошли. А вы не представляете, какие там были условия. Глава района отметил, что задачи на этот год остались неизменными. Повышение качества жизни жителей, укрепление экономики, социальная сфера. 12 самородков взяли курс на финал. Сегодня в Краснодаре определились все участники голоконцерта конкурса «Песни Победы», который проводит наш телеканал. Кого оставить в проекте, жюри решала в пылком споре. За этим наблюдала Майя Губа. Напряжение в гримерной, кажется, можно пощупать руками. Участники проекта используют последние минутки перед выходом на сцену. Поправляют прически, одергивают костюмы. Кто-то повторяет про себя слова песни, кто-то молитвы. Кто говорит, что вы ходите на сцену и не испытываете волнения? Я там по человеку не верю. Испытываю всегда. Я на сцене уже не помню сколько лет, но всегда испытываю волнения. Сегодня на сцену выходят только самоучки, активные участники самодеятельности в своих районных ДК или те, кто до конкурса пел только для себя за столом на кухне. За несколько недель между кастингами и полуфиналом соперники проделали огромную работу. Исправляли ошибки в исполнении, учились держаться на сцене. Организаторы постарались перенести зрителей на 70 лет назад. Для полуфинала сцену концертного зала кубанского казачьего хора оформили как парк культуры и отдыха, похожего на те, в которых собирались после войны, чтобы послушать и потанцевать. Некоторые участники конкурса исполняли собственные произведения. Леонид Ванак, офицер полиции из Анапы, специально для проекта написал новую песню. Нам этих песен нельзя позабыть, Славы отцов, чтоб достойными быть, Нам предстоит словно повединить, Песни победы в сердцах сохранить. До сих пор 4,5 миллиона человек считаются пропавшими без вести и попавшими в плен во время войны. Баллада о матери, которую исполняет Татьяна Ликова из Веслобинска, далась вокалистке нелегко. Два месяца не могла я выучить, я доходила до припева, лица Ерешенька, сынок, я захлебывалась слезами. В зале сегодня много тех, чьих родных и близких забрала война. Баллада не оставила равнодушным ни одного зрителя. Война разлучила и героев песни Татьяны Гроссу. В основу музыкального произведения легла реальная история из жизни. Дедушка Татьяна вернулся с фронта, женился, но вскоре умер. Дала о себе знать. Боевая рана. О несбывшейся любви своих бабушки и дедушки Татьяна написала стихи. Жюри пришлось выбрать 12 участников из 24-х. Не передать, какие страсти кипели в комнате для совещаний. Судьи спорили до хрипоты, чтобы оставить в проекте полюбившихся участников. Кто за пятый? Поднимите руки. Девятый может. Три человека. Вы жди варитесь или нет? За девятый кто? Получается, тоже три человека. Но кроме жюри конкурсантов оценивали главные судьи. Сегодня в зале все, о чем пели участники проекта, вспоминали и вновь переживали ветераны Великой Отечественной войны. Нужно, нужно, чтобы молодежь знала, что было, и быть достойна наших побед. Теперь финалисты будут готовиться к гала-концерту. Его трансляцию зрители нашего телеканала смогут увидеть в эфире накануне праздника Победы. А тех, кого не выбрали судьи, наградили зрители. Моя губа Антон Калиниченко, Кубань, 24. Итак, выбор сделан. 12 избранных участников проекта теперь будут готовиться к финалу. А в эту пятницу, 10 апреля, в 20.30 наш телеканал покажет кастинг «Песен Победы» в Краснодаре. Департаменту молодежной политики Кубани 10 лет. В этот день, в 2005 году, решением губернатора из состава Министерства образования и науки Краснодарского края был выделен Комитет по делам молодежи, который затем был преобразован в региональный департамент молодежной политики. Его сотрудники занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, поисковыми работами, интеллектуальным и творческим развитием, трудоустройством молодых людей, развитием, поддержкой студенческого движения, туризма, формированием здорового образа жизни. Среди наиболее знаковых проектов департамента форум молодежного актива «Регион 93», фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер», конкурс молодежных инновационных проектов, премия IQ года. Музейные экспонаты топят в Черном море. Бюсты Ленина и Сталина, раритетные швейные печатные машинки, старинные утюги и даже мотоцикл. Все эти артефакты получают вторую жизнь в подводном музее поселка Большой Утриш под Анапой. К новому сезону организаторы пополняют музейные фонды. За подводной спецоперацией наблюдал Денис Сидоров. В необычном музее пополнение экспозиции тоже происходит необычно. Через несколько минут эти экспонаты окажутся на дне Черного моря. И никакого хулиганства в этом нет. Просто музей находится на глубине 10 метров. Чтобы пополнить фонды подводного музея, иногда приходится привлекать и специальную технику. Самым большим и тяжелым экспонатом, погружаемым сегодня, стал метровый бюст вождя революции. Весом почти в тонну. Чтобы мраморный Ленин стал частью экспозиции, потребовался подъемный кран и настоящая спецоперация. В операции используется сразу несколько людей. Работает команда. Один человек страхует, другой человек делает подводные съемки. Третий человек следит, чтобы бюст упал именно на то место. И так, как это надо для создания подводного музея. То есть составил между собой какую-то музейную композицию. Все сотрудники музея – профессиональные дайверы. Трепетно контролируют первое погружение Ильича. Этот простенький кран с задачей не справился. Не хватило длины стрелы. Пришлось подогнать технику посерьезней. Обновление музейной экспозиции дайверам осложняет плохая видимость, сильное течение и холодная вода. Но вторая попытка оказалась удачной. Ленин на дне, и теперь он музейный экспонат. Самая сложная часть операции позади, и дайверы бережно раскладывают на морском дне остальные артефакты. Старинные утюги, печатную и швейную машинки, железные босоножки. Черное море не такое богатое красками, как Красное море. Но чтобы популяризировать дайвинг, чтобы людям было интересно, мы решили организовать музей. Вначале мы находили в окрестностях Большого Утреша старинные якоря, еще в турецких парусниках. Якоря времен Великой Отечественной войны создали музей якорей. Ну, энтузиасты приезжали к нам, привозили различные бюсты политических деятелей и разные артефакты. Сейчас в коллекции подводного музея более 20 экспонатов. К началу туристического сезона еще затопят настоящий баркас и опустят бюст Сталина. Его решили перекрасить в золотой цвет, чтобы лучше было видно в воде. За несколько лет эти арт-объекты обрастут водорослями и ракушечником и превратятся в искусственный коралловый риф, что сделает Утреш самым интересным местом для дайвинга на Черноморском побережье. Денис Сидоров, Михаил Байправ, Кубань-24, Анапа. Сегодня все православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария узнала, что ей предстоит родить Спасителя. Благую весть ей принес Архангел Гавриил. Благовещение всегда носит характер такой большой радости, чего-то такого сокровенного, семейного, может быть даже. И вот это сочетание поста и покаяния, и благовещенской радости, оно всегда для верующих является такой поддержкой в это трудное время. Почти во всех храмах Кубани сегодня выпускали белых голубей. Это православная традиция. На Благовещение в Ейске, как и в большинстве районов края, птицы улетели в небо из рук волонтеров молодежного движения «Регион 93». Помимо этого, ребята раздавали прихожанам открытки с изображением Девы Марии. Более 5000 подарков для детей собрали кубанцы. Благотворительная акция «Вербочка желаний», которая стартовала 2 апреля, сейчас в самом разгаре. О своих желаниях дети и подростки, которые воспитываются в приютах или находятся в трудной жизненной ситуации, написали на специальных открытках. Ими украсили ветки импровизированных деревьев, которые установили в торговых центрах и в церквях по всей Кубани. Сделать подарок ребенку может каждый. Эта неделя, она просто особенная, она в преддверии Пасхи. И хочется делать добро, особенно детям. Ну, дети – это же такое милые существа, которые настолько беззащитны, особенно те дети, которые оказались в трудных ситуациях. Каждый не то что может, а должен сделать это, потому что, ну, конкретно для ребенка это очень важно. Акция завершится 10 апреля. Кроме того, помочь можно и больным детям, сделав пожертвование в специальные боксы цветика, семицветика. Эпилепсия больше не приговор. В Краснодаре впервые провели операцию, с помощью которой устранили источник этого заболевания. Как выяснилось, он находится в мозге. 17-летнего подростка оперировали в детской краевой клинической больнице под наблюдением московских специалистов из института имени Бурденко. На операцию побывала Елена Сахно. Когда не помогают ни лекарства, ни уколы, когда жизнь длится от приступа до приступа, спасают только достижения ученых. Одно из самых распространенных неврологических заболеваний человека эпилепсию сегодня можно вылечить. Нейрохирурги нашли причину недуга в голове пациента. Это патология мозга, опухоль в височной доле. Операцию по ее удалению, височную лобоктомию российские врачи успешно проводят уже несколько лет. Мы делаем небольшой разрез в височной области справа, удаляем кость, кость затем ставится на место, так что никакого косметического дефекта после операции не будет. И затем под микроскопом мы удаляем височную долю, которая, как я уже сказал, изменена. И это дает пациенту шанс избавиться от приступа. В Краснодарском крае такая операция проводится впервые. 17-летний подросток Виталий эпилепсией болел с детства. Приступы случались чуть ли не каждый день. Лекарства не помогали. Боялся куда-то ходить, общаться с ребятами. И пропускал из-за этого часто свою технику, где он учится. Он увидел, что я переживаю, а он как-то, ну, я не знаю, он сказал, я просто ничего больше не хочу, кроме этой операции. Эта операция стала для подростка шансом на нормальную жизнь, московские специалисты уверены. В Краснодарской клинической больнице есть все условия для лечения эпилептиков. Необходимость проведения таких операций у нас в Краснодарском крае несколько сотен больных. Их надо выявить, их надо дообследовать, выставить показания для какого-то метода лечения. Их несколько методов лечения хирургических. Сегодня в Краснодарском крае почти 2000 больных эпилепсией. Половина из них – это дети. Такая операция длится несколько часов и дает практически стопроцентную гарантию на полное выздоровление пациента. Елена Сахно, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. На телеканале Кубань-24 стартует новый проект. Мы назвали его «Реанимация». Слово это переводится как «возвращение к жизни». Каждая программа – история спасения пациентов кубанскими врачами. Их мастерство известно не только в России, но и за ее пределами. Первая серия – рассказ о жительнице Новокурсунской. Она много лет страдала от болезни Бехтерева. Ее согнуло практически пополам. Нейрохирург Игорь Басанкин сумел выпрямить позвоночник пациентки. Как проходила операция и как теперь живет станичница, узнаете в нашей новой еженедельной программе «Реанимация» 16 апреля в 17.45. Ну и чтобы не болеть, нужно следить за своим здоровьем и не пренебрегать утренней зарядкой. Кстати, сегодня сотни человек делали ее прямо в центре Краснодара. Также жители города отметили Всемирный день здоровья. Гости праздника узнали, как правильно делать упражнения и готовить полезные блюда. Спортом занимался и Андрей Секретарев. Около тысячи человек пришли на Пушкинскую площадь, чтобы принять участие в массовой зарядке. Ее провела первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева. Теперь руки в стороны и кисти начинаем. Вращайся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. Упражнение абсолютно несложное. Эта зарядка не для олимпийских чемпионов, а от олимпийских чемпионов. Для обычных людей. То есть самые легкие упражнения, которые потом вы вспомните же, мы их делали в детстве, еще в школе, на уроках физкультуры, которые будут помогать дальнейшим вашему здоровью и также вас дисплинировать. Каждый год День здоровья посвящен глобальной проблеме, например, изменению климата, безопасности на дорогах, материнству, донорству. Этот год в России посвящен сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому и тема Дня здоровья соответствующая, выбрана она не случайно. Ведь в нашей стране ни от какой другой болезни ежегодно не погибает столько человек, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний. Максимальное количество людей, около 50% болеют этими заболеваниями. А раз они ими болеют, наверное, исход может быть разный. И предотвратить их можно в большей части профилактикой. Мы в России имеем самые низкие показатели смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. И связано это с тем, что мы уже несколько лет подряд проводим в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы!» профилактические мероприятия. Правильное питание играет далеко не последнюю роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому здесь же на площади мой коллега, ведущий программы «Факты погоды» Дмитрий Крамарь, вместе с главным диетологом края Лейлой Кадыровой провели мастер-классы и научили краснодарцев готовить полезные завтраки. Нельзя себе даже шансы давать на неправильное питание. Никогда! Как человек, который ни разу не пробовал курить, который всегда занимается спортом, посмотрите, ничего лишнего. Молод, здоров и счастлив. Потому что правильно питаюсь, не курю, бегаю и много-много улыбаюсь. Чем так завтрак полезен? Это так называемые длинные углеводы. То есть они будут долго перевариваться, они долго станут вам чувство сытости. Кроме этого, здесь, на Пушкинской площади, можно было получить бесплатные консультации врачей, например, кардиолога или эндокринолога. Но самая большая очередь выстроилась к мобильному центру здоровья. В общем, все, кто пришел сегодня на площадь, остались довольны. Праздник, говорят, прекрасный. Вот коллектив, так мы вообще, я не знаю, повеселились, погуляли. Обязательно нужны для того, чтобы укреплять здоровье, чтобы оно было неиссякаемым, прибавлялось. Я сердце было легким проходило, ну а остальное, конечно, давление мерили. Диетологом мы были. Диетологом мы были. В течение двух часов зрители развлекали местные творческие коллективы. Это для того, чтобы заботиться о здоровье. Было веселей. Андрей Сегатарев, Дмитрий Ланин, Кубань, 24, Краснодар. Слон и мальчик дойдут до Краснодара к майским праздникам. Об этом заявил глава краевой столицы Владимир Явланов. Архитектурную композицию установят 1 мая в сквере «Дружба» между фонтаном и детской игровой площадкой. Любимую горожанами скульптуру 1957 года решили не восстанавливать. Вместо этого соорудить новую из сверхпрочного сплава. Она будет точной копией прежней композиции. Получится ли это у художника, мы с вами оценим 1 мая. На этом пока все. Далее уступаю место в эфире моим коллегам из программы «Факты спорт». Впереди еще прогноз погоды. Мы снова увидимся в 21.30. Приятного вечера. Продолжение следует...